Новости, книжные новости. Снимала специально с вами Наталья Зарьялова, через которую мы знакомы очень недавно. Она сделала шесть представлений наших книг, очень толково. Если можно, начну не сразу с Вакцова, потому что я думаю, что он у нас возник вообще с одной стороны вот как бы случайно, а с другой стороны всё равно абсолютно не случайно. Если кто-то помнит, у нас была такая книжка «Россия и Волгария», которая вышла 15 лет тому назад, составитель «Тажерина Мельникова», и, собственно, она была превращена к 120-летию восстановления волгарской государственности. И это было собрание русских отзывов, отзывов на события русско-турецкого мира. И когда мы это представляли, волгарской культурной студии, еще там на Ленинградском проспекте, директором тогда был Павел Василь, он был сейчас директор, то волгарская историка у Марии Спаса, очень такая строгая дама, немногословная и ярко-досудовная безлишним компонентом, она когда вышла сюда упасть, у нее была книжка, в руках взяла, что там заклада была больше, чем страниц. Но, тем не менее, она, действительно, все это не озвучивала. Но она принесла вот обсуждение, которое было для нас тогда очень важным. Она сказала, что мы делали честное мнение. Потому что и сказала, что она боялась, когда шла и порвалась их читать, что это будет какой-то уклон. в какой-то вот, как бы, крайность. Ну, на самом деле, поскольку мы такие книги делали в течение довольно долгое время, в каком-то количестве, то мы полагаем, что это вообще собрание документов, а в собрании документов не может быть идеологии. Не должно быть правдой. Вот то, что понравилось Марии Спасовой, то, что там не было уклона ни вправо, ни влево, ни фанславизм, ни руссаписто, никуда. Там вот так, как оно было, то есть разное. Вот. Поэтому я думаю, что сегодняшний ВАЗа в каком-то смысле, ну, такое удачное продолжение. Что касается Волгарского культурного института, это ровно 15 лет нашего очень, на мой взгляд, замечательного сотрудничества. И поэтому Павел Васев, который сегодня у нас тоже директор в Болгарске, тут в Москве, и только теперь они живут, слава Богу, в нашем здании, поэтому ходить, может, недалеко, этажом выше, прошу вас, пожалуйста, обратитесь к народу с вашим словом. Поздравить коллеги с библиотеки и именемое депутатевское домино церкви христики, верно вы. Как вы видели, это очень отравлительный жест, который состоялся благодаря людьми, которые занимались учениками библиотеки, и они на своем семейном совете решили, что надо поддержать вот изданию вот этой книжки, билингвы, на область библиотеки и на болгарске. Кроме слов благодарности к коллегам из библиотеки и издательства, я хочу вам сказать немножко об диване в базе сегодня в Бораде, как к нему относятся болгары. Для поэта, для писателя самое важное сколько длится жизнь его произведения. Как и странно, они, его произведения, имени Ивана Вазова, до сих пор живут особой своей жизнью. Очень особой, и кто будет бурно. Его судьба, его биография очень вдохновена, насыщена разными событиями, из которых можно сделать современное какое-то наунистическое кино. Он был человеком, которому очень легко давались иностранные языки. он жил в Румынии, в городе Брила, там уже он знал французский, уже знал немецкий, выучил румынский язык. Потом, когда в Пловдиве начал заниматься политикой, и после неуспешного прорусского переворота, он сбежал из Пловдива в Стамбул. Ему там не понравилось, и он переехал в Одессу. То есть, он очень так двигался в своей молодости по разным соседним государствам, знал все языки, и ему было очень легко общаться с людьми. Так случилось, что я родился в доме неподалеку от дома Ивана Вазова в Софии. И когда я был учеником в четвертом классе, наша выководительница призвала нас на посещение музея Ивана Вазова, который находится метров ста от Национального театра, который сейчас называется Национальный театр имени Ивана Вазова. Это посещение делало на меня потрясающее впечатление, потому что там в одной стеклянной коробке было его сердце. Все мы писали какие-то там сочинения после посещения этого музея, я тоже написал, но помню, что мы коллеги и скучники тоже были потрясены атмосферой этого дома. Это последний дом Ивана Вазова, раньше он жил в другом месте. Его родственники, его мама, конечно, его братья всегда собирали вокруг себя очень много разных людей, притом интересных. он позвал в себе молодого поэта Кирилла Христова, который приехал в Софию из Старой Загоры, и Кирилл Христов уже стал очень известным поэтом-писателем и даже стремился каким-то образом соперничать с Иваном Вазовым. А потом то, что я хочу сказать, что очень часто мне приходилось в Болгарии где-то в разных местах и в Соботе, где родился Иван Вазовый, где находится его музей родной дом Ивана Вазова и в других местах, куда он бывал, что какие-то люди молодые, взрослые, солидные, читали его стихи. Это было очень интересно для меня сам, потому что я не думал, что люди так хранят, так бережно хранят творчество Ивана Вазова в семье. Но в последние годы то, что хочу сказать вам, наш очень талантливый режиссер Александр Морфов к столетию Национального театра Ивана Вазова поставил спектакль. Спектакль, «Иднамик» называется этот спектакль. Он, по-моему, у него с сих пор почти 400 представлений, почти 400 раз этот спектакль идет на сцену Национального театра. И самое интересное, что там все время идут молодые люди. Ученики 4, 5, 8, 10, 11 класса по 5, по 10 раз они участвуют в этом спектакле как будто это просто сейчас творится. То есть история, которую рассказывает Иван Вазов, как будто она сейчас и творится. очень-очень такая есть любовь к творчеству Ивана Вазова в Болгарии. Притом есть странные такие вещи. В свое время вот изгнанники поставили в разных театрах и не имели какого-то особенного успеха. но историческая историческая пьеса Ивана Вазова «Борислава» она была сыграна 50 раз. Это для этого времени первая половина 20 века это было исключительно неуспехом. Потому что в театре ставили пьесу за неделю, потом играли 3-4 раза и потом ставили новую пьесу и снова играли 3-4 раза. А Борислав историческая драма она была сыграна на 50 раз. Очень странная вообще судьба всяких передуманных произведений. Когда автор настоящий, когда у него есть связь с народом, потому что главная характеристика творчества Ивана Глазова это то, что он берет то, что думает народ во всех направлениях. И по отношению русско-турецкой войны, и по отношению потом разных побед и поражений новой болгарской армии. во всем что писал это автор, который вооружал все время и до сих пор то, что думает народ. И в этом он и сегодня так актуален. И в этом его успехи лецитировали молодые люди. Я не знаю, что другого вам сказать, просто мне всегда было интересно услышать молодые люди, которые говорили и говорят об своем отношении к патриарху болгарской литературы. Он поэтому и патриарх, потому что до сих пор держит всех нас в восторге от его творчества. Спасибо. Спасибо. . На самом деле замечательно, что вы неформально рассказали нам то, что положено говорить директору, а так как вы знаете директору театра ВАЗа. Аня. Директор театра ВАЗа. Это само само. Нет, но это было слово человек, который чувствует, знает, любит и, как мне кажется, тоже не склонен идеологическим крайностям. На самом деле, вот я сейчас вспомню, что вступительность к этой книге, о которой я уже говорил, написанной Максимовной Кировой, называлась «Вопрос славянский русский вопрос». Это формула Николая Жолгунова, и, видимо, она действительно воплощает ну, как бы главных. Поэтому, наверное, можно сколько угодно смотреть в любом направлении другом, но вопрос русский для меня. Вы знаете, в нашем атриуме стоит числе других памятников памятник Ивана Васильевна, и вот у нас здесь автор памятника скульптор Леон Ушанович Балтаян. Прошу вас. вам удобно и можно поставить на Никакой можно поставить на дом? пауз . Спасибо за радость, которую вы мне получили, и всех присутствующих я приветствую и люди, что разделяют мои радости по поводу вечного жизни Ивана Владимировна. Так, слышно? Хорошо? Ну, собственно говоря, все. Вот небольшое количество народа, а для меня очень большое количество, потому что все, кто пришли, каждый из нас, кто пришел сюда, чувствует вас как-то родного. Я очень признателен библиотеке за то, что предоставили место библиотеке. Вот когда снег уйдет, сзади на постаменте есть табличка, написанная от автора. что, да, если вы разрешите, видимо, вам интересно, откуда я взялся в Москве, Арбилии, родился в Болгарии, как это оказалось? Очень коротко. Мои родители бежали от геносида в 15-м году в Грецию и потом откуда оказались в Болгарии, где мы и дети родились. Я вырос в Болгарии, окончил гимназию болгарскую, Иван Лазов для меня был, ну, как сказать, предмет болгарской литературы. Ну, и потом, значит, в 20-летнем возрасте, в 20-й год пришел, мы всей семьей репатриировались в Советскую Армению. А вот после Советской Армении я, значит, оказался в Советской Москве с 52-го года. Там действительно в Советской Армении хочу сказать, но не могу, не нападусь. Ну, я повторю свою мысль, которую я высказал на открытии памятника, что я живу в равностороннем, равностороннем треугольнике, медианы которых пересекаются в центре этого треугольника. Название этого треугольника Болгария, Армения, Киркл. Я в равном имели термени и болгарин, и русский. Это меня горжусь, на этом я стою и буду стоять. Я очень посмотрел памятник на месте, и сзади вот написано вот это от меня этот текст, что памятник этот дань моей сыновой любви болгарии, отношения которых с Россией, которые с Россией Иван Вазов видел только в радстве и в дружбе. Вот я этому рад и еще радуюсь тому, что оказывается не один, я радуюсь по поводу всего хорошего, что происходит с Иваном Вазовым. Кот для меня живой. Возрешительное пригласить всех вас ко мне в мастерскую. На самом деле очень понятно, как собственно говоря видимо отличаются классики от не классики, потому что они пересекаются с нами скажем по-своему. А для то, что по поводу этой книги у нас был такой момент довольно задумчивый, потому что пусть только мы ее сделали, она была готова, не воспоследовало обещанное нам анонсирование, и она как-то так в общем лежала без движения и довольно без перспективы. Но дело в том, что моя коллега и ее автор именно Ирина Минникова, она еще преподает на курсе болгарского языка в Акаине. И она вспомнила про одного из своих учеников, хотя я все узнал потом, потому что потихоньку вспомнил в Акаине Минникова, где-то летом что ли прислал письмо о том, что учитель в Академии в Академии дала ему Крылья, и он открыл в Академии отельный бизнес. И видимо уже, как бы сказать, из полного отчаяния Герри ему писал. И вот понимаете, вот вопросы о том, что мы любим рассказывать про Тетякова, Мамонтова, и конечно при этом говорили, что это все давно, а сейчас ничего такого нету, все злые, жадные и далее. Вот эти слова, а вот эти слова, ну, это же как обобщение, точно, неправда, потому что Александр Праскурин, вот тот самый ученик, о котором идет речь, просил сколько надо. Ира послала ему четыре Смиты, он выбрал самую большую. Тетякова ее издали. Террорист сегодня не принят дело, потому как отельный бизнес дело серьезное, собраться нельзя. Но поскольку у него вообще-то трое детей, то есть мы есть, на что деньги тратить, и на кого, а себе тут живет, то его старшая дочь Полина сейчас нам огласит полученную идея мапы телеграмму, что Олена Борозовича. Здравствуйте. Я очень рада, что моя семья смогла быть участием в таком важном событии оболнашенной культуре. К сожалению, как уже сказали, мой папа не смог присутствовать здесь сегодня. И отговорю лица, я хочу поблагодарить все здесь присутствующих и прочитать телеграмму другой папы. Добрый день, дорогие друзья, с самого детства Болгарии и народа истории и культуры были постоянно рядом со мной в том или ином виде. И в какой-то момент случилось неизбежно. Болгария занимала весьма значимое место в моей жизни и в жизни моей семьи. И, конечно же, мне и членам моей семьи просила возможность участвовать в проекте «Водомино». И мною очень уважаемые Ирины Юрьевны и Миле помочь напечатать сборных стихов величайшего болгарского поэта. Ирина Вазова. Надеюсь, прекрасно составить сборную такого мастера в прекрасных переводах на русский язык доставит истинное удовольствие как тенителям болгарской театра, так и любителям всей высокой порезии. Ирина Вазова. Спасибо. Спасибо. На самом деле, я очень смущалась и говорила мне, что как-то не ловко, вроде, это не сам реклама, что ли. Не вы, сам рекламы, нет. На самом деле, это и реклама до болгарского культурного института и курса болгарского языка, который, видимо, крайне полезен. Вот, поэтому... Ну, а потом, о чем мне это сказать, если что-то хорошее происходит? Я думаю, что на самом деле пора предоставить слово нашей героине. Я прошу вас. Видите, нескромно, фамилия не была у нас, только Гералина, да, а я пошла. Герои у нас сегодня в вас, он всегда знамен и живой, да, мы договорились об этом. Книжка была задумана нами к 140-летию сочетания освобождения Болгарии. И поскольку Иван Вазов культура Болгарии не более значима, было выбрано его творчество. Не, родина, выбор был трудным, потому что творчество его многообразно и очень объемно. И на русский язык оно было переведено в середине прошлого века. Практически все. в 1956 году вышел шеститомник, шесть объемных томов в переводах лучших переводчиков русских. И вот та поэзия, которую мы выбрали, это патриотическая лирика, она была переведена Николаем Чуковским, Музой Павловой, Николаем Тихоновым, Павлом Шепезновым, Михаилом Зенкевичем. Но кто поэзию читает, там эти дина знакомы. И в 50-е годы чем был вызван вот этот интерес переводчиков к творчеству болгарского писателя? Тем, что его популяризировали наши ученые-словисты. начинал популяризировать и исследовать творчество писать литературовед и театральный критик Константин Державин. В 1951 году вышла небольшая ромография, которая так и называлась «Иван База». Практически одновременно, а в качестве статьи даже раньше, чем книжка Державина, вышла книга Дмитрия Федоровича Маркова. Это труднейший ученый-болгарист 20-го века. Он, собственно, занимался поэзией, в основном занимался поэзией первой половины 20-го века, болгарской поэзией. Ваза входил в сферу его интереса как поэт. И у него была книжка потом сначала предисловие, а потом в расширенной редакции вышла отдельным изданием. Книжка, которая называлась «Иван Базов великий поэт патриот». И творчество, изучение творчества Вазова и его популяризация этим не ограничилось. продолжил Виталий Иванович Слыбников. Он детально изучил и детально обвязал все творчество Вазова, все его жанры. Это исследование составило его диссертацию и впоследствии именно его статьи предваряли издание Вазова в переводах на русский язык. его же статья предваряет и наш спорник. Об этом пойдет сегодня речь. Это произошло благодаря надави этого выгода, которую мы пригласили сюда с опытом доктора искусства ведения ведения за будущим отделом истории культуры славянских народов института славянамедения. Вот благодаря ее поддержке и наша книга теперь имеет предисловие детальное повторяю, детальное для людей, которые никогда ничего не слышали и исторические реалии, которые здесь в России мало знают. И рассказывается об исторических личностях. что вошло в патриотическом мире? Хочу вам сказать, что первое стихо про лень, который открывается с Борем, называется «Сосна» 1872 года. Оно не было написано базовым на дело национально-освободительной борьбы. Он сам в своих прижизненных изданиях про это говорил. Но было вас принято всем, кто прочел как аллюзия на несчастную судьбу Болгарии. поэтому сам автор впоследствии в своих прижизненных изданиях включал его в цикл о национально-освободительной борьбе. О национально-освободительной борьбе вас написал и после освобождения. Он возвращался до этой идеи. И одно из последовательств стихотворение стоит и стоит включение сюда. Там случится вещай на болгарскому народу сохранить кровлю добытую свободу. Но это не последнее стихотворение книжек. Самое последнее было написано уже в 20 веке. Оно было написано в 1913 13 году это стихотворение называется «Мои песни». Песнями Вазов называл свои стихотворения. И вот это лучше понимание его творчества. И сегодня стихотворение будет звучать на русском и на болгарском языке. О чем еще хотелось сказать. это не метод отношения к нашей книжке. Но Вазов автор самого масштабного романа «Польпи» «Польпи». Также посвященный национально-освободительной «Польпи». Вот этот роман он писал в России. Он писал в России, когда жил в Одессе два года, потому что на родине ему было некомфортно и за свои русофийские убеждения. Вот, пожалуйста, все. Почему неудобно? Вы увызнули просто? Ему было неудобно жить. А неудобно ему очень неудобно жить. Спасибо. В этом случае я сообщаю героиню зовут Еру Мильникова, а то потом мне достанется, что я ее назвал, хотя она в самом начале. А кроме того, она умолчала все-таки о том, что Минус Федорович Марков это ее родной дед, поэтому тут все наследственное и просто так. На самом деле это все было довольно непросто, я имею в виду создание этой книжки, потому что понимаете, мы все это хорошо помним и знаем, очень трудно в советском литературе ведения отделить истину и суть от неизбежных словесных клише, которые сегодня ужасны и в лучшем случае пародийны. И поэтому это было довольно-таки непросто. Это все как-то с одной это не нарушить временной принадлежности, смешно было рассказывать по-другому, с другой стороны по возможности вот эту очисточку как-то провести деликатно. деликатно. И на территории над литером нам это по-моему позволило. А сейчас еще все версии работы на предисловие она видела и не возражала. Пожалуйста, вам слово. прежде всего хочу приветствовать и поздравить коллектив издателей с замечательной книжкой, которая так прекрасно выглядит, просто полиправлический шедевр, очень красивая книга, очень правильно, что она на двух языках сделана, я пока еще пока расскажу. Ну, я скажу пару слов только о авторе подисловия, и я очень благодарна, и очень, так сказать, приятно, что именно, кстати, у моего отца сочли возможным издателям принести в качестве книги вазовую. Дело в том, что отец действительно занимался очень много вазовым, очень много болдарской литературой, очень скрупулезно занимался, занимались люди, так сказать, его поколениями, он скончался уже больше 20 лет назад, и очень любил Балдарию. У него путь в булгаристику, так сказать, пересекся с крупнейшими событиями истории 20 века. В Балдарию он попал во время войны. Мой отец учился в легендарном Ифли, в институте технологии и биатрой истории, и после того, как он закончил 4 курс, он специализировался на немецкой литературе, прошел на немецкий язык. Началась война, и он ушел на фронт. И зачли всем иклицам, которые кончили 4 года, и которые, если вы будете на фронт добровольственно, то мы вам засчитываем 5 курс, потому что он получил диплом, не окончил 5 курс. Служил он, так сказать, имел это дело с немецким языком очень много во время войны, а в 44 году в качестве уже старшего лейтенанта 2-го украинского фронта он попал в Балдарию. И войска шли через разные города и села очень маленькие, горные села. И вот он попал в одно из таких горных сел, совершенно каких-то заброшенных с его точки зрения. На каком языке я не знаю, он общался, но ему удалось выяснить, что жители этого села прекрасно знают русскую литературу. Они считали вообще классику русскую. Прекрасно ему это ориентируются. А он был так потрясен этим устоятельством, так тронут, что он решил, наверное, тогда и заложились первые знания, так сказать, болгарского футуга в принципе, что он решил, что это какой-то совершенно особенный народ, совершенно особенная страна, поэтому следует ею заняться. Потом он уже целиком отдался изучению болгарской литературы, когда вернулся в Москву и стал аспирантом. Ну, если это славяна-везина, он был аспирант Державина, и непосредственно коллега будет предыдущим другом, будет предыдущим Марковым. Моя мама тоже имела дело с мужским славянами, она занималась сербской литературой, сербским языком. И поэтому вот эта атмосфера южнославянской, так сказать, литературной среды, она в нашем доме циркулировала. Во всяком случае, в дискуссии по поводу Титонского вопроса эпицентр приходился непосредственно на нашу московскую квартиру. И я знала многих болгарских писателей с детства, а у отца была большая библиотека, в которой хранились книги с дарственными надписами Димова и Станева и Павелова. И когда он скончался, то болгарское посольство, так сказать, благодарность и приняло дар библиотеку, и сейчас она включается в школе болгарского посольства. Вот. А что касается, ну, именно самой болгарской поднимателей, то это интересная вещь, потому что, как уже тут было сказано, Вазов был таким болеглотом, он очень легко владел разными языками, а это типично вообще для человека как балкан. Потому что балкан – это такой огромный котел, в котором переваливаются нации, языки, конфессии, традиции, и все это существует в каком-то едином, таком вот, лакучущем состоянии. Балкан очень далеко от России. Ну, вот Болгария, так сказать, является такой квинтэссенцией балканского, Болгария – это балканская культура, балканской обществе. И балкан далеко от России, но вместе с тем многое и вближает. Вближает цикологически, например, вот это потенциальное сочетание стремления к воле и смирении перед обстоятельствами судьбы. Мы, впрочем, пользуемся этой трибуной для того, чтобы проанонсировать, что у нас в русских советоведении готовится большая международная конференция, только как называется категория воли и принуждения в славянской культуре. Поэтому проблематика, связанная с фазмом, с его произведением, которое он произносил в свое произведение, будет непосредственно на этой конференции отражена. И еще раз хочу сказать, что хорошо, что это двуязычная книга, потому что это, по сути, не только к реализации болгарского языка, болгарской культуры, но не только это интересное с точки зрения лингвистической или, так сказать, логической или всякой, но и отражает сущность, так сказать, вот этого взаимодействия, типологического оталенного движения, но все-таки сближенности русской и болгарской культуры. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле Наталья Витальевна произнесла имена болгарских писателей, для того, что я совсем не болгарист, но поскольку в нашем отделе живу довольно давно, то предшественница Ира на посту болгариста Владимир Петрова Лихачева, который все эти имена произносил, то ли часто, что ей даже забыл. И, насколько я понимаю, с Виталием Ивановичем они были то ли однокурсники, то ли вот как-то... Эту фамилию я тоже с тех пор знаю, поэтому так все понятно, как пересекается, всплывает и так далее. А что касается болгарской литературы, то, поскольку я долго службы, отвлекаемся опять не секунду от Васова, мне не скажу приходится, а доводится скорее, приходится, это будет такой вынужденность, а доводится это как бы, в общем-то, больше в радость. Читать современных болгарских писателей, то должен сказать, что это действительно очень дорого. Мы плохо, но, я думаю, присутствующие об этом знают больше степени, чем те, кого здесь нет за стенами этого зала, но далеко не все это знают, к сожалению. И вот ровно сейчас я, Павлу Васеву сказал, что я прочитал повесть нашего следующего автора в серии «Ново-болгарский роман», который мы издаем совместно уже сколько-пять лет, да, шесть. Виктор Пасков, ну там насчет перевода названий мы еще думаем, но это такая прессия, казалось, там вообще невозможно. Вот. Пожалуйста, слово Марии Николаевне Федотовой, которая, насколько я понимаю, тоже будет рассказывать про Тарвановича Слэйтенов или нет? Вы знаете, мне очень интересно говорить, поскольку только что Наталья Калинка очень подробно рассказала о пути, хотя я должна сказать, что два пункта мне все захотелось ответить. Я музыкалец, и, естественно, вход в болгарскую культуру, очень литературно-центрично, я, конечно, был осуществлен через поэзию, роман, публитистику. Я буквально одно слово скажу, хотя у меня не просто следы филологу, потом было это значение то, что в Азбу, когда я почитала многочекунда изданий, подходя к алтарской музыке, я потрясена очень масштабом этой личности. Глубинной. А, по-тему, это какие-то явления. Было совершенно грязно, что, ну, ведь, умея такой фундамент, надо очень серьезно и, потом чего вообще отнести к всему, что как бы на нем произросло. Я не могу себе позорить, взять на себя такую смелость, сказать, что это, конечно, фундамент банковской культуры. Хочу сказать еще одно слово о том, что музыкальная культура очень связана с ним. Первый вопрос был написан его сюжет. И очень многие произведения, вот, у Рожевиков в начале века, двадцатого, были связаны с ним. Он очень поддерживал его на искусстве. И, так сказать, без его, может быть, поддержки, его авторитета, многое в болгарской музыке не произошло. Но в данном случае я держу его как книгу. Должна сказать, что очень красивая книга. Даже те, кто практически так не связаны с болгарской культурой, как я, не могут не обратить на него внимание. Она очень красиво сделана, она исящая. Это сложно, я тебе рассказала, насколько ей очень трудополезен. Я ее перелистала и везла совершенно потрясающие иллюстрации. Знаете, я много видела из-за того, много видела изобразительного материала, связанного с болгарой. У русских художников, которые их сделали во время русско-турецкой войны. Меня даже не статя, и я заднуждалась, я явно заднуждалась, в том, что русские были первыми в плане в России. Но это не русские. Это было очень, для меня очень интересно, надо изучать. Замечательно. Потом она оформлена очень красиво. Знаете, как эти все, вот эта входит, эта поэзия так было раздает из этих замечательных рисунков, из этих потрясающих королев, из этих удивительных пейзажей. Надо сказать, что, конечно, вкус, передать, вкус и вместить. Наша художница, Катяна Николаевна Костерина, которой сегодня здесь нету, но тем не менее мы ей обязаны очень многими вот таким ими. Спасибо. Вы знаете, она выглядит, здесь мы видим, как бы, да, глазок жил давно, а он уже был в первом году. И это драгоценность. Вот удалось, что должен быть передать драгоценности, которую есть. А вы мне спасибо. Ну, я несколько слов скажу о том, что я подготовила, но уже Наталья Таня, в общем, все рассказала. Я хотела все-таки напомнить, напомнить, что все-таки подготовительный специалист, который сейчас в Махакале входит в магнатскую культуру, конечно, через эту литературу. И здесь работы Виталия Ивановича Зыгина, конечно, проехала просто. Вы знаете, я поинтересовалась его биография. Нашла фотографию его военную душу. Какой он красивый, Наташа Рочева. Он был такой красивый, какой брат. Я, конечно, знала его. Не умею носить форму. Да. Откуда у филологов, или искусствоведов такая выборка, как это часто? Вообще-то церковь. Знаете, я вам даже не знаю. Аня-то такой же был. Расскажут же легенды эту. Аккурс, я очень прошу не знаю. Я же на секунде. Ну, вы знали, вы же не военные формы. Нет. А рассказывать легенды про то, какое это было. Я делала фотографию военных формы, потому что мы делали великие коллеги, герои в своей. Знаете, здесь можно сказать что-то личное. Виталий Иванович, он родитель своего отца. Это тоже похожая биография, только он начал. И тоже война началась, тоже аспирантура, фронт и все. Но я потрясаю, что это почти те же годы жизни. Вот они как бы 20-й век охватили и, в общем, украсили его. Они герои, образованы. Они нас на сверху произвели. Они на флеры и лылочки. И огромная благодарность прияде этих людей. Мы сейчас и не уходим, конечно. Но огромная благодарность для высочайших классов ученых. И много давших. И я хочу еще буквально по слову сказать вообще об этой семье. А пока это неловкость. Я не знаю, что здесь еще одна семья словеских. Это очень важно. То есть вот даже если взять семью в Индии, она первая работа в 45-й год. И я начал подходить к этому. Сейчас уже вот на отношениях, сейчас уже 18-й год. Уже прошло 70 слишком лет. Это семья и его супруга, Татьяна Попова, Заведнева, Курикана Ивановича. Они служили этой науке. И служат до сих пор. Я работаю вместе. На том один конституте сквознания. И хочу сказать, что огромная инициатива, огромная идея. Но надо быть справедливым. Она, конечно, в настоящее время ведущий ученый, искусствовед, модель социологистики. И, в общем, тут имеющие, конечно, мировое значение. Я из любопытства почитала, сколько там изданно, сколько, где и читались лекции, на каких континентах, в каких странах. И я хочу сказать, что это достойное предложение тех трудов. Татьяна Ивановича и жены. 90 лет назад прошло столько лет. И, в общем, его труды тоже. Классичные, они классические. Они попали в эту книгу. Не то, что украсили, а вообще, в какой-то милизоте. Потому что не было бы его изучения базы, вряд ли. Вообще возникли вопросы. Спасибо ему самому. И вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотела, в первую очередь, поблагодарить за приглашение принять участие в этой презентации. Я, как учитель болгарского языка и литературы, многолетний учитель, для меня, вот, то, что сейчас происходит – очень волнительно и очень радостно. И, Вы знаете, Знаете, я поняла, что первый раз мне приходится говорить о Иване Вазове на русском языке. Я очень волнуюсь, поэтому я себе написала здесь, что я хотела бы сказать. И хотел бы сказать, прежде чем прочитать стихи Ивана Вазова на болгарском языке. Еще при жизни мы все знаем Ивана Вазова, названный патриархом болгарской литературы. Эта метафора действительно определяет его центральное место в отечественной литературе и значение для Болгарии. Сформировала Вазова как личность и как поэт величайшая эпоха в истории Болгарии – это эпоха Возрождения, которая закончилась русско-турецкой освободительной войной в 1878 году. Вазов родился в 1850 году, в конце эпохи Возрождения. Но несмотря на то, что лучшие свои произведения Вазов создал после освобождения, до конца жизни он остался верен идеалам эпохи Возрождения. Остался писателем возрожденческого типа, за что часто подвергался критике. Вазов смотрел на свое творчество как действительно высокую общественную миссию. И в культурной истории Болгарии Вазов – это первый профессиональный писатель. Два года он был министром просвещения, а потом отказался от всех предлагаемых ему высоких государственных постов, потому что он был глубоко убежден, что отечеству можно служить и только пером. И он создал художественную летопись в Болгарии. Он отразил все события, которые происходили при его жизни. А прожил Иван Вазов 70 лет, из которых 50 лет он создавал свои лирические произведения, рассказы, повести, романы, драмы. Издавал и редактировал газеты и журналы. Полвека он действительно создавал образ национального космоса и стал духовным лидером болгарского народа в серые и безрадостные безвремения в годы после освобождения. Он не впадал никогда в отчаяние, не страдал творческой депрессией. О судьбе он писал «Я здоровый сын здорового поколения». Вазов неимоверно обогатил болгарскую литературу новыми жанрами, темами, мотивами. Но в этом разнообразии есть одна главная тема, которая объединяет все его творчество. Тема эта – Болгария. Болгарский язык, родная природа, историческое прошлое Болгарии, герой национально-освободительного движения, духовные традиции – все, что связано с Болгарией, вызывает у него восторг и преклонение. Его неистовый патриотизм глубоко искренний и воздействующий. Иван Вазов очень любил Россию. Он свято верил в благотворную роль России в нелегкой судьбе Болгарии. Для него Россия всегда была кумиром. Здесь прозвучит особый из маленькой поэмы «Россия», написанная «До освобождение». Еще отрывок из «Оды ополченцы и нашибки» из цикла «Шедевр» эпопея «Забытых». Русских классиков Иван Вазов читал еще в юношеском возрасте. Он учился в городе Калофер у Боти Петкова, отца гения болгарской поэзии Христо Ботева. Сам Боти Петков тоже учился в России, в Болгарии стал учителем в родном Калофере. На своей мизерной зарплате он выписывал книги и литературные журналы из России для школьной библиотеки Калофера. И юноша Вазов, который хорошо знал русский язык, пользовался этой библиотекой. У Ивана Вазова всегда были враги и недоброжелатели. В переломных исторических моментах его патриотизм казался устаревшим, ополченским, а его творчество национально замкнутым. Но песен его в народе не умирает, потому что Иван Вазов воплотил в своем творчестве духовные традиции Болгарии. Он резко и с болью реагировал на все попытки унизить национальное достоинство Болгарии. А это всегда остается актуальным. Все творчество Ивана Вазова – это пламенные защиты Болгарии, это уроки патриотизма, уроки болгароведения. Такие уроки всегда актуальны и нужны. Поэтому и в школьной программе в Болгарии, по которой мы в Москве здесь учимся, творчество Ивана Вазова занимает достойное место. Мы изучаем и лирику, и рассказы, и повести, и главное его творение – роман по дигам, который переведен на 65 языках, в том числе и на китайском, и на японском. Статистика говорит, что это самый читаемый у нас роман и самый переиздаваемый. Творчество Ивана Вазова – это наша национальная атмосфера, это воздух, который нужен нации, чтобы жить. Из звуков, красок и форм болгарской земли Вазов создал маленькую вселенную, которая стала часть этой самой земли. Вот что я перед тем, как читать стихи, хотел бы рассказать Эльване Вазову. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы видите? Я очень волнуюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Посвящение Българии! На теб, Българио священно, покланям песни си сега. На Твоите рани, кров безценна, на Твоите жалости и тага, на Твоите слезы и воздишки, на Твоите страсти и тегло, и на венеца маченишки, кои грей на Твое тело. Приеми Те с песни, Майку мила, отъех на жалостни Ти зов и плот на сладката любов, с коя душа ми си пълнила. И заключителна е част, маленька и това има «Расия», като е написана и шо да освобождение. О, здравствуй ти, Руси, о мощна! Светът трепнал Твоя глас! Скукни царица полунощна! Зовемте ми, ела при нас! България, сега те вика! Часът настана! Твой завет и Твоята мисия велика да ги изпълниш Тое свет! Зато и си ти прочута славна! И друго нямаш с Тебе равна! Зато и обхващаш полосвет, царства, народни океани! И нямаш и изглед, край и чет! Зато и те Бог доднес от брани от толкова беди душмани! Зато и мужа да се крушиш въм мая хани Бонапарта! Зато и връха се ти и страшиш, кога те гледай на карта! Зато и зувеште ти света! Зато и те любим как башта! И чакаме те ту мисия! Зато и си ти Русия! В поетическом творчестве Ивана Вазова вершина – это цикл эпопе забытых. Этот цикл начинается с одой Левски. Левски – это национальний герой болгарского освободительного движения. Я тоже небольшой отрывок прочитаю. Но тиранът люти, да убии духът, една заран Левски осъди на смърт. Царете, талпата, мръсните тирани, да могат заглуши горлото съзнание, гласът, който вика, мисълта, що грей, истината вечна, що вечно живей, измислиха всяко и по една стекира, да уморят всичко, дето не умира. Зарад прометея е стрълната скала, ядат за Сократа склеветата зла, синджир за колоба, кладата за хуса, кръста на голгота за кротки Исуса, и по той начин най-грозни конец в бъдещето става най-сиян венец. Той биде обесен. О, Бесилославно, по срам и по блясък ти си с кръста равно, по тепни видяхме увидели сият много скъпи жертви да се пресят, и тиранът весел с тях да се ругае, и вятърът южни с тях да се играе. О, Бесилославно, тепто усвети смъртта на героите! Свещено си ти! Ти белек си страшен и знак за свобода, за която от тебе гинеше народа, и лъвът, и храбри, и смъртта до днес. От тебе, Бесило, правеше ни чест, защото подлецат шпионът, мразникът, в уния дни мрачни, що родство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позорна чело, и смъртта на тебе, обесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята, и връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието попрекия път. Не, не могу себе позволить не прочитать финал оды «Ополченцы на Шитке». Это ода финальная двенадцатая в этом цикле «Эпопея Забытых». Штурмът е отчаян, отпорът е лют, три дни вече се бият, но помощ не иде. Отникъде в зорът надежда не види и братските урли не фърчат към тях. Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Къчаха спартанци по сгънтанък серкса. Талазите идат, всичките на Штрекса. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашин генерал, ревнодороломно, млади опалченци, венчайте България, славрови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. Боят се обръщат на смърт и на щит. Героите наши, като скани твърди, желязото срещат железни си гърди. И фърлят се с песни, свирепят асеч, като виждат харво, че умират вече. Но вълни по-нови опорди дивашки, гълтат, потопяват оляко юнашки. И още миг ще падне заветният хълт, изведнъж радецки пристигна с гръм. И днес е още Валканът, щом буря за фаща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна като някой ек, от турва на урва и от век на век. АПЛОДИСМЕНТА И последния съпотворения, с като заканчивается прекрасна една книга, моите песни и песни. И аз на своя речта си замина, трябва и мен ще расте над прахът, един ще жали, друг ще ми проклина. Но моите песни все ще се четат. В тях зов се чуи за правда, за свобода, любов и благ и чувства ги красят. И светли и лик на нашата природа. Там моите песни все ще се четат. В тях душата ми изля се цяла, с най-скъпите си бисери цветя. В тях всичко светло ценно си е дала, в тях живее извън ти и тръпне тя. Не ме слощава дивоото мрази. На завистта не стряскаме гневът. Спокойно гледам в бъдещето Ази. Там моите песни все ще се четат. Тежив са отвик на духът народни, а той не мре. От скръпи радост наши краи свободни. И моите песни все ще се четат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как красиво звучат по-балтайски. Первый раз? Не тякую за приняти вызов, хотя не так не получат. АПЛОДИСМЕНТЫ Это точно. Очень хорошо читаете. Ну, вот мы выбрали три стихотворения в русских переводах. Первый будет Панагёртский «Подстанция» перевод Меонеда Белова. Стихотворение разных разделов этой книги. Мне кажется, Ира не очень понятно рассказала, как она сложена. Я все-таки объясню. Так как я это понимаю во всяком случае. На самом деле состав таких был дело, насколько я имею, крайне непростое. «Подстанция». Потому что из огромного состава каждого из циклов, которые там представлены, нужно было выбрать вот как бы то, что относится к нашей тени раз. То, что хорошо переведено два. Потому что это все-таки тоже приходилось учитывать. Поэтому это был такой процесс небыстрый. И так иначе там цикл представляет разные периоды, они все близко расположены, но так иначе разные периоды исторического свойства. И мне кажется, надо иметь в виду, что это все писал очень молодой человек. И, видимо, трудная жизнь, видимо, способствует взрослению, что ли. А жизнь, в которой живут континент, наоборот, способствует, очевидно, инфантинности. Уже поздалой. Вот. Так или иначе, первый сценарий «Подстанция» – это 1975 год. Это канун Аблесского восстания. Бой наступает. Сердца нас уберутся. Вот рубрики врагу раздаются. Встаньте, дружина, перед бороком черным. Больше не будем мы стадом покорным. Мощным ударом врага мы раздавим. С гордостью братьям и турок заставим верить, Что рухнули мрачные взводы. Мы не рабы, а солдаты свободы. Яркое знамя сметнулось над нами. Будем мы в битве отважными львами. Молнии грозные, свинцовые тучи, Гнев до врага надрушен, могуч. Турки коварные, злобным ударом. Пусть не пугают. Мы встали не даром против тиранов. В бою не ослабли. С нами правда и верные сабли. Не пожалеем ни крови, ни жизни. Братья, умрем. Мы поможем отчизне. Мужеством, доблестью, силу умножим. Слово врага в нашу землю уложим. Взмыла Болгария огненной лавой. Может быть, в битве подем мы со слабой. Еще-то не будет народных героев. Волю добудем в решительных боях. Пусть мы умрем в этой схватке суровой. Ради Болгарии больно и новой. Смело, товарищи. Мощным оранжатом. Смерт улетателя. Гибель. А второе. Знаменитые его здравствуйте и братушки. Перевод Михаила Цинкевича. Это 1978 год. Это уже момент освобождения. Мама, мама. Вон, загляни. Что там? Ружья, сабли вижу. Русские. Да, то они. В церкви пойдем поближе. Это их пошел сам Бог. Чтобы нам помочь. Сынок. Мальчик позабыл игрушки. Побежал встречать солдат. Словно солнцу рад. Здравствуйте, радужки. Едет генерал Орел. А за ним след эскадроны. Пахать пашни подошел. Их встречают изумленные. Кажется, что это сон. Налетели. Топят звон. Словно визы потряски ружки. Пахать шапу снял. Глебит. В споре их кричит. Здравствуйте, братушки. Шибко, шибко. Слышен гром. Гурка перешел Балканы. Шумно, празднично кругом. И нарядно, и румяно. Правда, девушки спешат. И в цветах леты солдат. Ружья, сабли, кони, пушки. Словно братьев дорогих. Все встречают их. Разве ты, братушки. Ну и храбрый же народ. Сколько сил в нем. Молодец. Вот один казак ведет. Целый пол. Солдат турецкий. А на русский яйц глядит. Жалкий у злодеев бит. Тащится, как по верушке. Русский храбрецов солдат. Всем благодаря. Здравствуйте, братушки. А последнее, то, чем закончила моя путешественница, мои песни. Тринадцатый год. Это уже, собственно говоря, совсем другая эпоха. Это стихотворение завершает книгу. Хотя формально к теме оно не относится. Ну, вот как-то мы сочли, что оно было там уместно. Хотя до конца Квасова еще восемь лет. И это никак не финал. Но оно читается таким бушбинским каким-то смыслом. И поэтому строчка стала заглавием. Я уйду, когда оно час настанет. Надо мной вырастет трава. И кто добро, то зло в меня помянет. Но песнь моя останется жива. И нем немало, слепка и славы. В безжалостные годы враг за трудом. И за душа забвения по плесень, травы. Мои стихи и песни не умрут. Призыв прислышан правде и свободе. И чувство доброе, любовь и труд. И отражен где светлый лик природы. Мои стихи и песни не умрут. В них дуновения болганских кряжей. На небо гор гармония живут. В них слышен гром народной славы нашей. Мои стихи и песни не умрут. Ведь в них всю душу и озимцы цело. Цвет цветами, жемчу, до дна. В них живет все, чем она горела. И в них терпичит и сменит она. Меня не тронет злобный бой и стройный. И зависти и ненависти нет. И в будущее я гляжу спокойно. К нему дойдет моих стихов напев. В них отражен болгарский дух народный. А он бессмертен, так же, как народ. И будет жить в уникал. Это не только, как народ. И письма наружу не умрет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1.408 секунд. – Больше времени нельзя. – Ага. – Вот вы читали, я хочу в Трунский перевод. Конец. Это… Россия? – Россия. – Россия. – Да. Вот так вот. Ага. Вот так хорошо. – Ведь ты для нас славнее славных. Это перевод Николай Тихо. Ведь ты для нас славнее славных. Тебе на свете нету равных. Вместила в ширь границ своих народы, царства, океан. Не обозреть пространство их. Сам Бог родил от силы вражи. Тебя, стоящая на страже, Тебя, расставшую тушить, Мамая орды Бонапарта. Умеешь ты врага страшить, И лично твою он взглядит карту. И мы тебя зовем святой, И как сыны тебя мы любим, И ждем тебя. Мы, как мессию, ждем, Потому что ты красива. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем спасибо. А не забудьте купить книги наше. Там выдают среди доказа, но и вся семья. Но он был разом. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Негода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ук instagram.